Понимая происходящие политические процессы сегодня, я бы хотел, чтобы у вас была полная свобода в выборе решений, включая кого. И я думаю, что правильнее было бы с моей стороны выйти с инициативой освободить должность представителя правительства для того, чтобы у вас не было никаких ограничений в принятии решений, в устраивании властной конфигурации в связи с предстоящими политическими событиями. Я бы очень просил вас, поблагодарив за доверие работать представителем правительства в течение более чем 3,5 года, пользуясь вашей полной поддержкой, хотел бы просить отставки. Михаил Федорович, я полностью согласен с вашей оценкой. Действительно, правительство Российской Федерации под вашим руководством в течение последних лет проделывало огромную работу и добилось серьезных, положительных результатов. ВВП страны росло за эти годы хорошими темпами, неизменно каждый год объем экономики России возрастал. Инфляция снижалась. Существенным образом росли и доходы наших граждан, реальные доходы. Началось осуществление крупных социальных проектов. Это все результаты деятельности правительства под вашим руководством. Я благодарю за ту работу, которая была проделана. Разумеется, такая масштабная работа не могла проходить и без некоторых сбоев, и без ошибок. Я видел, как глубоко вы это переживали, но, на мой взгляд, и вы, и все наши коллеги стремились к тому, чтобы в максимально быстрые сроки, как можно быстрее и эффективнее эти ошибки исправить. Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно, фактически, перебудут в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года. Принимаю вашу отставку. Я прошу вас вплоть до одобрения кандидатуры нового председателя правительства Российской Федерации Государственной Думы исполнять свои обязанности.